А тем временем в студии мы уже не вдвоем, Саша, а втроем. У нас в гостях Солдатова Светлана, это бизнес-консультант, тренер и управляющий как партнер консалтинговой компании. Мы хотим поговорить с вами сегодня о скидках. Все мы знаем, что сегодня не просто пятница, а черная пятница. И так вот, насколько эта пятница действительно черная, не в хорошем смысле этого слова, в том плане, что эти скидки, они ведь нередко просто, ну как бы, не более чем мишура. Доброе утро. Это утро доброе и день весь добрый. Название не соответствует сути. Черная эта пятница будет для тех, кто потратит все свои сбережения. Возможно, возьмет еще кредиты для того, чтобы купить то, что ему не нужно. Знаете, вот я как раз рискую. Очень рад вас сегодня видеть. Именно по той причине, что я вот чувствую, закончится рабочий день, и я сверкая пятками побегу тратить последние, ровные. Не рекомендуете это делать? Я рекомендую относиться всегда с разумом к покупкам и задавать себе вопрос, что конкретно вы хотите купить. То есть в преддверии сегодняшнего дня, а также в любых покупках, которые вы собираетесь совершить, введите всегда список того, что вам необходимо. И перечитывая его, вычеркиваете все ненужное. Если в этом списке будет лишь то, что действительно сделает вашу жизнь лучше, поможет вам в решении каких-то вопросов, или просто доставит удовольствие для того, чтобы ее раскрасить, то это хорошая покупка. А если там вещи, которые вы покупаете только потому, что на вас давят торговые сети и, скажем так, супермаркеты, то тогда надо понимать, что это просто бизнес. Ну, смотрите, Черная Пятница, это, конечно, потрясающе. Но вот что лично я подметила, почему я сразу так и сказала об этом. В общем, хочу я купить рюкзак. Рюкзак хороший, вот красивый, и стоит он определенную сумму денег, немаленькую. И сегодня я захожу на сайт, на котором он... И смотрю, что он стоит уже на 3 тысячи рублей дороже. Вот вам и Черная Пятница. Да, это специальный прием, это надо понимать, что сейчас... Если мы возьмем Черную Пятницу как традицию, то она возникла еще в 19 веке и приобрела всемирную популярность в середине прошлого века. Но надо понимать, что в Черной Пятнице, которая родилась тогда, и Черная Пятница сейчас, есть очень такое большое отличие. В современной Черной Пятнице это просто такой слоган, призыв, хэштег, для того, чтобы привлечь потребителя и заставить его купить. А в то время это была единственная возможность сбыть то, что было перепроизведено, и никто в этом не нуждался, и стимулировать рождественские покупки. То есть нужно понимать, что если вы сейчас хотите что-то купить со скидкой, то абсолютно правильным будет мониторить, то есть зафиксировать эту цену, например, 2-3 месяца назад, отследить, как она меняется, и вы убедитесь, что где-то 80% ритейлеров, то есть те, кто продают, они пользуются этим просто для того, чтобы совершить определенный подлог. То есть сначала растет цена для того, чтобы перечеркнуть, поставить скидку, но по факту в этот день, будучи в таком ажиотажном спросе, вы купите это дороже, чем могли бы это сделать даже 2 месяца назад. Да, просто оставили бы ее прежнее. Зачем они поднимают цену на этот товар? Ну, казалось бы, нет, чтобы правда как-то... В бизнесе есть, кроме благих целей, дать нам возможность что-либо приобрести, есть цель заработать. Поэтому в цели заработать все средства хороши, и современные маркетологи, вместо того, чтобы искать какие-то новые приемы, они стимулируют наше потребительское поведение с помощью простого приема. То есть возьми, напиши цену, перечеркни ее, напиши сверху красным. Иногда бывает, что написана перечеркнутая цена ниже, чем то, что написано красным. Потребитель протягивает руку и покупает. Здесь надо понимать, что есть понятие спонтанный спрос, когда мы его не контролируем. И вот здесь вот все приемы, они работают на то, чтобы продать. Светлана Александровна, скажите, какие еще существуют способы маркетологически обмануть покупателя? Здесь дело не в обмане, здесь в стимулировании спроса. То есть обман, он преследуется по закону, а подобное поведение, оно просто управляемо. А стимулирование спроса какие еще есть? Стимулирование спроса – это написать новинка. Это написать, что осталось две или одна последних единицы. То есть совершенно разные приемы, которые заставляют нас внутри почувствовать, бери прямо сейчас. То есть если вы, читая что-либо или видя ценник, чувствуете, что прям рука тянется и купить надо прямо сейчас, можно совершить такой психологический как бы маневр, обойти по кругу, потратить минут 15, посмотреть, что есть еще, и спросить себя, вы действительно это хотели купить? Или маркетологи прекрасно сработали, и это было спонтанное ваше поведение? В любых покупках, в принципе, во всем, где вы не хотите потратить лишние деньги, нужно действовать через разум и поменьше эмоций. А вот все подобные распродажи, приемы, ценники, перечеркнутость, слова, которые употребляются, они, конечно, заставляют включиться эмоции, и тогда мы купим лишнее. Скажите, а вы попадались на эти эмоции? Конечно, я попадаюсь на эти эмоции, ведь я просто человек. То есть даже будучи всезнающим человеком в этой отрасли, вы попадались? Я попадаюсь на эти эмоции, но очень редко я покупаю при этом. То есть эмоции я испытываю, понимаю, что совершено, но покупаю. Я покупаю в регулярном режиме и уже давно изобрела для себя такой прием. Поделитесь. То есть есть список, которым мне необходимо, например, купить вещей. И я это делаю не тогда, когда черная пятница, а тогда, когда я вижу вещь, соответствующую этому списку. А по поводу цены, ну, есть разные системы стимулирования, то есть есть карты накопительные, есть накопительные скидки, есть купоны, когда можно получить скидку в зависимости от того, что ты до этого сделал. То есть вот этот ажиотажный спрос, нужно понимать, что если вы хотите просто получить удовольствие, есть такой термин «виндоушопинг». Это обозначает, что нужно ходить, смотреть, но ничего не покупать. Оставьте карты дома. По картам мы покупаем гораздо больше, чем за наличные деньги. Возьмите небольшие деньги для того, чтобы сделать себе приятно, отправляйтесь в магазины, получайте удовольствие, эмоции, но не тратьте лишнего. Ну почему оно звучит так красиво? Ну почему в жизни так не получается? Ну не у всех. Если взять психологический момент этого поведения, мы редко можем себя побаловать так, чтобы не потратить денег, поэтому в определённом вот такой покупке удовольствий, конечно, бизнес находит возможность зарабатывать. То есть если… Я могу представить, извините, перебил. Вообще вот есть такое даже понятие, как шапоголизм, да? То есть когда человек получает просто истинное удовольствие и лечит все свои духовные и душевные проблемы именно покупками? Лучше бы душевные проблемы лечить совершенно другим способом, то есть испытывать удовольствие от того, что получилось, от какого-то, так скажем, занятия с физической культурой или отдыхом каким-либо. Но нет, шапоголизм – это, понимаете, это определённые внутренние проблемы, которые никуда не деваются. Они просто временно закрываются, и за счёт этого временного закрытия они только усугубляются. И надо понимать, что всё, что мы делаем спонтанно, оно контролируемо кем-то. Если бы наше поведение контролируемо, то ничего лишнего не будет. Но ещё раз скажу, что каждый человек, особенно женщины, любят такие приятные сюрпризы, поэтому возьмите с собой ровно столько, сколько вы готовы потратить в этот день, и постарайтесь, чтобы это доставило вам удовольствие, но при этом без того, чтобы ваш карман остался пуст. И совершенно бесполезным является взять потребительский кредит и отправиться с ним на Чёрную пятницу, потому что в этот момент слово «чёрное» приобретёт совершенно другой смысл. То есть такое тоже бывает? Бывает. Ну и самое главное, что при том, что большинство людей рационально понимают, что Чёрная пятница – это действительно просто замануха, извините за такое престаречие, но тем не менее мы видим, как не только в ряде американских, либо европейских городов, но и даже российских сейчас всё чаще, у нас просто действительно буквально выламывают двери. И вот я уверена, что завтра мы будем наблюдать вот этих видеороликов просто тьму немеренную. Неужели настолько вот это всё как-то работает? Неужели настолько люди… Они же мозгами-то понимают, что… Извините, перебью. Буквально осталось 30 секунд. Вот если можно, уложитесь в ответ. Я очень постараюсь. Я хочу сказать, что любое поведение, которое управляемо, оно, конечно, приведёт к результату, но для бизнеса. И здесь нужно понять, чего хочешь ты. Если ты хочешь войти героем в ролик, или ты хочешь снять на YouTube, выложить и тому подобные вещи, то пожалуйста. Ну, если ты хочешь не тратить лишнего, просто скажи себе, что мне это не нужно, и этот день я проведу в совершенно других эмоциях, чего я нам и желаю. Спасибо большое. Ценное пожелание сегодня, по крайней мере. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо. Напоминаю, сегодня в гостях у нашей студии Александра Солдатова, бизнес-консультант, тренер, управляющий партнёр колсантилговой компании. Спасибо.